Он был величиной, на которую равнялись, его имя было на устах у всех, а его талант был настолько уникален, что не было ни одного человека, кто бы не знал его, и не было ни одной души, которую бы он не покорил. Его называли королем смеха, не просто за способность вызывать смех, а за искусство превращать каждый момент в откровение. Совсем как Чарли Чаплин, только в советской реальности, где он, невзирая на время и место, олицетворял борьбу с тем, что прочно укоренилось в обществе. В своих блестящих монологах он беспощадно высмеивал пороки, с которыми сталкивался каждый, от взяточничества и бюрократических кругов до пьянства, невежеств и бездушного поклонения чиновникам. Его смех был не просто развлечением, это был приговор, горькая правда, от которой не было укрыться. Когда Аркадий Райкин выходил на сцену, зал всегда был полон. Его магия притягивала зрителей, и пустых мест не было, ни одного. Но когда его не стало, прощаться с ним пришло совсем немного людей, как если бы народ был запуган, не осмеливался открыто выразить свою скорбь. Власти боялись, что прощание с этим великим артистом может перерасти в нечто большее, как это было в 1980 году, когда вся Москва прощалась с Высоцким, и гнев и горе переполнили улицы. Поэтому они решили действовать осторожно, лучше перебдеть, чем недобдеть. 20 декабря 1987 года, когда прошло уже 4 дня после его смерти, в театре Сатирикон состоялось прощание с Райкиным. Власти приложили все усилия, чтобы похороны не стали событием всенародного масштаба. Радио и телевидение молчали, ждали разрешения сверху. Три дня молчания стали для артиста еще одним жестом унижения, власти не нашли слов, чтобы в должной мере попрощаться с ним. Только спустя эти дни в журнале смена появился первый некролог, а затем и центральные газеты начали публиковать свои материалы. Это молчание, это холодное игнорирование было еще одной попыткой власти унизить Райкина, обижая его даже после смерти. Как точно сказал Олег Ефремов на прощании, Райкин был воплощением гласности безгласной эпохи. Эти слова точно отражали, почему он был так ненавистен партийной номенклатуре. 70-е годы для Райкина были временем жестоких испытаний. На него обрушился шквал слухов и компромата. В окружении артистов стали распространяться слухи о том, что он якобы собирается бежать в Израиль и уже переправил свои драгоценности в гробу своей матери. Но Райкин, несмотря на все эти слухи и давление, продолжал выходить на сцену. И даже в зале, где сидели зрители, иногда можно было услышать шепот, а почему он не уезжает, бриллиант это уже переправил. Детство Аркадия Райкина было наполнено теплотой и уютом. В семье, где было четверо детей, царила дружная атмосфера. Отец занимался торговлей лесом, мать была домохозяйкой. Жили они скромно, но с уважением к себе и окружающим, в Петрограде, в коммуналке, где вместе с ними делили пространство коммуналки на 26 комнат. Райкин часто вспоминал те годы с благодарностью. Несмотря на бедность и трудности времени, ему всегда было тепло и уютно в семье. Об этих временах, наполненных трудами и лишениями, он говорил просто и сдержанно. Ведь кому тогда было легко? Важно было другое. С шести лет его жизнь была тесно связана с театром. И хотя сначала он увлекался цирком, когда в один прекрасный момент сказал своему отцу, что хочет стать актером, тот не смог поддержать его мечту. «Еврей – клоун? Ни за что!» – сказал Исаак Давидович, считая, что для еврея путь в цирк или театральную профессию – это нелепо. В их семье были медики, и эта профессия была признана важной и благородной. Но Аркадий Исаакович позже объяснял. «То дело, которому я служу всю свою жизнь, тоже в известной степени врачевание. И действительно, его искусство, как и медицина, стремилось лечить, исцелять душу зрителя, заставляя ее смеяться и плакать». Аркадий Райкин мог бы стать великим художником. Его способности в живописи предсказывали ему место в Академии художеств. Но его душа стремилась к другому. В те годы, будучи еще школьником, он часто бегал в Александринский театр, и вскоре билетерши стали пускать его бесплатно. Его увлечение театром становилось все сильнее, а на сцене самодеятельности он дебютировал в шесть лет, исполнив роль убитого кубчика, что было скорее трагедией, чем комедией. Но истинное призвание Райкин осознал позже, когда стал посещать школьный драмкружок, которым руководил Юрий Юрский, отец будущего знаменитого актера Сергея Юрского. Именно здесь он понял, что больше всего его привлекает эстрада с ее сатирическим уклоном, и это направление стало его путем. Долгую жизнь Аркадия Райкина по праву можно считать настоящим чудом. Его здоровье с юности было хрупким, а врачи не раз пророчили ему скорую кончину. В 13 лет катаясь на коньках, он подхватил тяжелую ангину. Болезнь обернулась серьезным осложнением на сердце, и целый год мальчик провел прикованным к постели, лишенным возможности двигаться. Врачи поставили неутешительный диагноз – тромбоз. Это означало, что Райкину с его слабым сердцем путь на сцену, казалось, был навсегда закрыт. Но остановить его было невозможно. Несмотря на болезнь и бесчисленные разговоры с отцом, который был категорически против артистической карьеры сына, Аркадий сделал свой выбор. Он ушел из дома и поступил в Ленинградский театральный институт, доказывая своей волей и упорством, что его призвание важнее любых преград. С середины 30-х, после окончания Ленинградского института сценических искусств, Райкин стремительно завоевывал признание. Он был востребован повсеместно, активно снимался в кино, стал худруком театра миниатюр и выиграл первый всесоюзный конкурс артистов эстрады. В этот же год страна пышно праздновала 60-летие Сталина. Райкину предстояло выступить на торжественном концерте в Большом театре, но из-за хаоса и дезорганизации он так и не попал на сцену. Казалось, этот шанс был упущен, но судьба распорядилась иначе. Сталин, уже наслышанный о молодом артисте, захотел увидеть его во что бы то ни стало. И ночью, после официального банкета, Райкина вызвали на частное выступление. Он оказался лицом к лицу с самой верхушкой власти. В нескольких метрах от него за столом сидели Сталин, Молотов, Микоян, Хрущев. Его публика была не просто элитной, а устрашающе знаковой. Это был самый суровый и влиятельный худсовет в его жизни. Райкин не только справился с волнением, но и покорил зрителей. Его выступление, сопровождаемое сменой знаменитых резиновых масок, вызвало восхищение. Сталин был особенно впечатлен. После представления он пригласил Райкина за стол, назвав его талантливейшим артистом. Это было не просто признание. Это был знак, открывший для Райкина многие двери. Маски, которые стали его визитной карточкой, получили неформальное одобрение самого вождя. Эта ночь растянулась до самого утра. Но она закрепила за Райкиным статус не просто артиста, а признанного мастера, которого уважали даже те, кто держал в руках судьбы страны. Когда он перевоплощался в отсидевшего за решеткой персонажа, все говорили, «Вот это артист, так гениально сыграть человека, который явно сидел в тюрьме». Аркадий Райкин знал жизнь со всеми ее изнанками не понаслышке. Он умел говорить о слабостях и пороках общества с такой искренностью, что зрители, смеясь, ощущали горький привкус правды. Возможно, именно потому, что он сам пережил многое. Весь мир знал его как великого сатирика, но он тщательно скрывал одну тайну своей юности – время, проведенное за решеткой. Ему было всего 18 лет, когда он провел почти год в бутырской тюрьме. Причина? Он слишком страстно любил театр, а денег на билеты у него не было. Вместе с друзьями они подделывали контрамарки, и однажды он попался. Абсурд ситуации заключался в том, что поймали его случайно, на партийном концерте, куда всех пускали, но никого не выпускали. Эти испытания, казалось, только закалили его. Годы спустя Райкин смело высмеивал тот абсурд, который правит жизнью, когда костюм сидит криво, а спросить за это некого. Дефицит, бюрократия, пьянство – его монологи поражали точностью и глубиной. На часах уже три, а я еще не в одном глазу, его шутки про выпивку звучали как диагноз целой эпохи. Народ любил Райкина. Он не просто смешил, он заставлял задуматься. В его словах зрители находили и себя, и свой быт, и свои радости, и свои трагедии. Именно поэтому его смерть стала для властей настоящим вызовом. Они знали, слишком много людей придут проститься с кумиром, и боялись, что милиция не сможет справиться с толпой. Райкин был не просто артистом, он был голосом народа, которому удавалось говорить о том, что другие произнести боялись. Аркадий Райкин всегда выглядел так, словно его внешность скрывала загадку. Его темные волнистые волосы с одной яркой седой прядью притягивали взгляды, будоражили воображение. Многие думали, что за этим внешним образом стоит какая-то глубокая личная драма. Эта история началась в 1939 году, когда его снова настиг тяжелый приступ ревмокардита. Болезнь довела его до грани жизни и смерти. Райкина доставили в больницу в критическом состоянии, и однажды, ненадолго придя в сознание, он услышал роковые слова. Врач сказал медсестре. Этот нежилец ночью скончается. Услышав свой приговор, Райкин решил бороться до последнего и не позволить смерти застать его врасплох. Его решение было простым и отчаянным – не спать. Всю ночь он держался наперекор слабости, боли и страху. Утром, когда медсестра вошла в палату, она удивленно ахнула. Райкин был жив. Но чудесное спасение стоило ему дорого. За одну ночь его волосы полностью побелели. После этого случая он стал красить волосы, чтобы сохранить привычный образ. Аркадий Райкин был человеком исключительной верности и глубокой порядочности, особенно в том, что касалось любви. Его единственной музой, поддержкой и спутницей жизни всегда оставалась одна женщина – Руфи Офи, для близких и друзей – просто Рома. Ее образ, легкий и яркий, остался с ним на всю жизнь. Девочка в красном берете с кокетливым хвостиком из сине-черных волос, который выглядывал из-под головного убора. Увидев ее впервые со сцены, он тут же запомнил эту деталь и не мог выбросить из головы. «Я тогда еще не знал, что девочку зовут Рома», – вспоминал он позже. Родители ждали сына и называли дочь в честь несостоявшегося романа, так это имя и закрепилось за ней навсегда. Второй раз он встретил ее на Невском, спустя полтора года. Но, к своему удивлению, не осмелился подойти, хотя Райкин всегда пользовался успехом у женщин. Спустя еще несколько дней судьба вновь свела их в столовой театрального института. На этот раз уже Рома заговорила первой. Это стало началом истории. Первое приглашение в кино было предлогом лишь для того, чтобы он мог неотрывно смотреть на нее. И вскоре последовало второе приглашение. Но теперь уже куда важнее, он предложил ей руку и сердце. Рома согласилась почти сразу, через несколько дней. Родители с обеих сторон были шокированы поспешностью брака, но со временем приняли выбор молодых, увидев их искреннюю любовь. С годами эта связь только крепла. Райкин, размышляя о своей жизни, признавался. «Если иногда мне кажется, что я могу назвать себя счастливым человеком, то прежде всего потому, что рядом со мной всегда была Рома. Она стала его тихой гаванью в бурном океане творчества и славы, сохранив для него не только юношеский шарм, но и ту самую простую, светлую любовь, которая согревала их всю жизнь». Рома не только была верной спутницей Аркадия Райкина, но и талантливой актрисой, которая понимала ее роль не соперничать с мужем на сцене, а подыгрывать ему так, чтобы он мог блистать. Ее мудрость и интуиция стали основой их долгого союза. Но за кулисами театра и дома жизнь редко бывает безоблачной. В их браке тоже случались испытания. В июне 1941 года театр эстрады отправился на гастроли в Днепропетровск, готовясь открыть серию концертов 22 июня в воскресенье. Предвкушение творческой работы было омрачено событиями накануне, которые разыгрались на банкете в честь приезда столичных артистов. Организатором торжества стал местный обком партии, и среди гостей оказался Леонид Брежнев, тогда еще секретарь Днепропетровского обкома. Брежнев, заметив Рому, жену Аркадия Райкина, решил обратить на нее внимание. Он развлекал ее анекдотами, подливал вино и приглашал танцевать, что вызывало у Райкина яростное негодование. Артист, известный своим острым чувством справедливости, с трудом сдерживал себя, не желая устраивать сцену в столь официальной обстановке. Но когда они вернулись в гостиницу, его эмоции взяли верх. В порыве ревности Райкин накричал на жену и даже позволил себе недопустимое, влепил ей пощечину. Эта вспышка гнева вскоре угасла. Супруги попытались забыть неприятный эпизод, а на следующее утро все изменилось навсегда. В 12 часов дня по радио объявили, что Германия начала войну против Советского Союза. Эта страшная новость мгновенно переключила внимание с личных драм на общую беду. Во время войны, когда Аркадий Райкин и его супруга Рома ездили по фронтам, выступая перед солдатами, их старшая дочь Катя находилась в Ташкенте под присмотром родственников. Разлука с семьей была тяжелым испытанием, но Райкины считали своим долгом поддерживать боевой дух людей в тылу и на передовой. К концу 1944 года труппа театра под руководством Райкина окончательно вернулась в Ленинград. Это было время больших перемен. Война подходила к концу, а вместе с этим возвращалась надежда на более спокойную и устроенную жизнь. Райкиным удалось переехать из тесной коммуналки в собственное просторное жилье на Греческом проспекте. Семье выделили три комнаты, где они могли наконец почувствовать себя комфортно, рядом были Рома, Катя и, конечно, сам Аркадий Исаакович. На этом же проспекте, этажом ниже, поселились его мать и другие близкие, сестры и брат. Эта близость родных людей согревала Райкина после долгих лет напряженной работы и опасностей военных лет. Год от года росла популярность Райкина, а вместе с ней и интерес противоположного пола к нему. Ему буквально не давали проходу, вопреки информации, что Райкин жена и у него есть дочь. Короткие увлечения мужа, которые неизбежно приносила слава, Рома принимала с удивительным терпением и стойкостью. Она знала, что эти мимолетные романы никогда не угрожали их отношениям. Однако однажды ситуация вышла из-под контроля. Райкин по-настоящему влюбился в актрису театра имени Вахтангова, Карен Жуковскую. Элегантная, красивая женщина, пережившая развод, искала новую опору в жизни. Райкин, охваченный чувствами, оказался в сложном положении, разрываясь между Москвой, где жила Карен, и Ленинградом, где его ждала семья. Рома, тонко чувствовавшая любое изменение в настроении мужа, поняла, на этот раз все серьезно. Опасность потерять Райкина была реальной. Однако судьба подарила ей козырь. Она узнала, что ждет ребенка. Эта новость стала переломным моментом. Услышав о будущем сыне, Райкин без колебаний разорвал отношения с Жуковской. Вскоре на свет появился их младший сын Костя. Эта история навсегда осталась в прошлом. Райкин больше никогда не давал жене причин для тревог, а их семья сохранила свою целостность. Рома вновь доказала, что ее любовь и терпение сильнее любых испытаний, а Райкин, став отцом, еще больше осознал ценность того, что у него есть. Аркадий Райкин был человеком, для которого точность и дисциплина были на первом месте. Его требования к работе были непреклонны, и он ожидал от своих подчиненных абсолютной преданности делу. Все должно было быть отлажено до мельчайших деталей, ведь для него каждый момент на сцене был важен. Он мог мгновенно сменить образ, чтобы вовремя вовлечь зрителей в свою шутку, и если что-то шло не так, это выбивало его из колеи. На сцене он отдавал всю свою душу, и технические сбои казались ему непростительной преградой. Однако срываться на коллег и подчиненных он не любил, лишь одна женщина могла заставить его успокоиться и вернуть к себе гармонию. Это была его любимая жена, Руфь Марковна. Он писал в своих воспоминаниях, что Рома всегда его понимала. Когда вокруг него возникал шквал критики, когда его обвиняли и клеветали, она оставалась его опорой. Она не утешала его просто ради утешения, а давала мудрые советы, всегда с искренним желанием помочь. Она была его главным союзником, и ее поддержка помогала ему выдерживать любые жизненные и профессиональные трудности. Но однажды случилось непоправимое. Инсульт забрал у Руфи Марковны способность двигаться, говорить, вести нормальную жизнь. Это стало страшным потрясением для артиста. Жизнь его жены, всегда активной и жизнерадостной, была разрушена. Он не оставлял ее, тратил большие средства на лечение, возил по лучшим клиникам Европы, но болезнь оставалась непреодолимой. Рома больше не могла произнести ни слова, и в ее глазах осталась только тоска. Но Райкин не мог оставить свою жену в беде. Он цеплялся за каждую надежду, за каждый шанс вернуть ее к жизни. Как-то ему порекомендовали обратиться к Джуни, знаменитой целительнице, и он с надеждой привел ее к своей больной супруге. Однако и здесь чуда не произошло. Жена так и не вернулась к нормальной жизни, а сам Райкин пережил сильный стресс. Однажды, готовясь к очередному выступлению, Аркадию стало плохо с сердцем. Врачи категорически запретили ему выходить на сцену, но он настоял на том, чтобы провести хотя бы несколько минут на сцене, ведь в зале сидела его жена. Он знал, если не выйдет, она сразу поймет, что с ним что-то не так. Райкин провел на сцене больше получаса, несмотря на ухудшение самочувствия. Руфь пережила своего мужа. Когда она узнала о его смерти, ее слова, произнесенные едва ли не в последние минуты жизни, звучали как пронзительный крик души. «Я хочу умереть», с тех пор и до самой кончины в ее глазах оставалась неизбывная тоска по любимому человеку.